Доброе утро! Мои дорогие друзья, вы на канале Саша Панджаби. Добро пожаловать! Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Здесь я рассказываю о своей жизни в Индии. Итак, я сейчас собираюсь на урок по японскому языку. Сегодня у меня будет третий по счёту урок. И нам сказали подготовиться, и у нас будет тест по вот этой вот пятой страничке. Самые основные слова. Я, ты, сауна, уложительная форма, учитель, работник банка, то есть профессии. Потихоньку начинаем это уже учить. И я подготовилась. Вчера я два раза учила это. И вроде бы как запомнила что-то. Мне там очень много писали комментарии по поводу японского. Типа, зачем ты учишь? Оно тебе надо. Ребята, раз учу, значит надо. Значит хочу, значит есть определённые цели, и я к ним иду. Когда я никуда не ходила, ни на какие курсы, вы мне писали, что я необразованная и не думаю о будущем. Когда я начала хоть какое-то обучение, вы мне тоже пишите. И зачем оно тебе надо? Лучше он делает, как делает всё в стадо. Езжаю в Германию, в Украину, уже витам, и чувствую себя прекрасно. Спасибо. Моя жизнь. Разберусь. И всё, что я делаю, я делаю правильно. Образование ещё никогда никому не мешало. И дай Бог, у меня будет возможность развиваться постоянно в разных сферах. Хочу ещё записаться на курсы дизайнера, но это в будущем, не сейчас. Я хочу сначала японские курсы закончить, и потом можно закончить курсы графического дизайнера и дизайнера интерьера. Так что я настроена на учёбу, на саморазвитие. И я безумно рада, что записалась на курсы японского. Я каждый день жду, когда мне нужно будет идти на урок, на занятия. Я даже хочу заниматься каждый день, а не три раза в неделю. Но я дома всё повторяю по возможности. Когда Анжел спит, я стараюсь учить это. Кто интересовался моим здоровьем, спасибо всем большое, кто так заживал выздоровления мне. Я не могу сейчас сказать точно своё состояние, так как по утру мне всегда немножко легче, а потом опять состояние не очень. Я сейчас пью препараты, которые мне прописали в Кронус Хоспитал. И то, что мне доктор говорил, обязательно пить воду с чем-то, это я неправильно поняла. Это имелось в виду класть вот эту таблетку в воду, специальная зелёная такая таблетка. Ты её кладёшь, от неё идёт очень специфический запах, похожий на мяту, но другой немножко. И ты должна делать ингаляцию, то есть дышать этим три раза в день. Вчера я делала три раза в день, сейчас вот сделаю перед занятием и всё, и буду собираться уже, выходить. Это вот это мой завтрак, чуёк, омлет. Попробую. Ммм, супер. Ну, здравствуйте. И как мне пройти? Э, го! Давай, иди, пожалуйста. У нас сейчас пойдёт, сто процентов. Она умная. Умная девочка. Молодец. Молодец. Какой хвостик у тебя красивый. Вот умничка, спасибо. Хорошего дня тебе. На крыльях учёбы я еду на занятия. Сейчас надо поймать тук-тук, доехать до метро и на метро доехать до Грин Парк. У нас по прогнозам дожди, то что-то они наблюдаются, очень душно. Марка, дождей нет. Вот девочка тоже в школу едет, её сейчас на скутере отвезут. Были такие моменты, когда я рано утром куда-то ехала, ну, на работу-то чаще всего, прям ранним утром, в пять утра, или приезжала, наоборот, с работы. Когда ты видишь Адели без людей, с закрытыми магазинами, это выглядит, конечно, странно, но такая тишина вокруг. Ух, нету вот этих хруков, фрикш. Так, вот уже ловят на метро. Ну, ребята, обалдеть, посмотрите, какая очередь в метро, чтобы зайти. А-а-а, я в шоке. Сегодня очень много людей в метро. Я не знаю, что происходит, сегодня четверг. А мне девочка в прошлый раз на занятии подарила карту метро. У меня было раньше две, но я не пользовалась метро, и я их потеряла. И она мне подарила, у нее таких три штуки. Я пополнила карту, сейчас стояла в очереди на 200 рупий, и теперь буду ездить без очереди. Не буду покупать жетончики. Так, приехала уже. А, нет, они мои. Не мой поезд. Если, мало ли, мы опоздали на занятия, то мы должны постучаться и сказать «Шитурешимас, хайте мои деска». Типа, можно ли войти? И они, допустим, отвечают «хай». «Хай» — это «да», «и» — это «нет». Вот, я наконец-то запомнила эту фразу. Она такая долгая. Но я не люблю опаздывать. Я в школе не любила опаздывать. Я всегда чувствовала себя как-то... Я переживала, что на меня накричат, и вообще я сам по себе пунктуальный человек. Поэтому у меня еще есть где-то 40 минут. Естественно, до 40 минут я доеду. Боже, я красная все от ингаляции. Ну, я, как обычно, пунктуальная. Приехала за 25 минут. И хочу сейчас купить что-нибудь себе покушать, потому что я ничего с собой на голова, ни банан, ни шепотки. У меня все дома закончилось. Поэтому надо сейчас найти какой-то магазинчик и купить что-нибудь себе наперекус. Когда у нас будут перерыв, чтобы меня не осталось и холодное. Вот какой-то магазин есть. Сейчас посмотрим. Вот эта девочка моя подружка. Вещали ее зовут. Она мне в прошлый раз говорила «Давай пойдем покушаем после урока». Я говорю спасибо. Во-первых, я уличную еду не ем. Во-вторых, в тот день спешила забрать малышку свою. «Давай, дай, 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 дай». Сказала, что мне холодную нельзя. Вот, и в пуху взялась. Ну как, перекус нормально сойдет. Итак, друзья, мы готовы к началу урока. Все волнуются, потому что будет тест. Ты готов? В социальных магазинах Органки hope! Оде? Огенки, дайвaben? Маганда Ю действительно. Хорошаго, тебе будет любую, что Italy так See you? Спасибо за просмотр! Продолжение следует... 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 оп там бульбашки пошли а и уже в глаза божем это